Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Выпускник». Приятного просмотра! 20-летний Бенджамин Брэддок окончил колледж и вернулся домой к родителям в пригород Лос-Анджелеса. Чтобы отметить это событие, в дом пришло много гостей, друзей семейства Брэддок. Правда, сам Бен сидит грустный, он не знает, кем ему быть и что делать со своей жизнью дальше. Все его цепляют и не дают проходу. Пробежав сквозь толпу, он наконец мог скрыться в своей комнате. За ним сразу вошла миссис Робинсон, которая якобы перепутала его комнату с туалетом. Она закурила прямо в комнате и села на кровать выпускника. Миссис Робинсон уже вроде уходила, но вернулась и попросила Бена отвезти ее домой. Муж уехал на их машине один. Парень предложил ей просто взять его машину, но в ответ она выкинула ключи в аквариум. Бен довез женщину до ее дома на своем новеньком Астон Мартине, но она его не отпускает и просит побыть с ней, пока не включит в доме свет. Таким же образом она завлекла юношу в бар и предложила что-нибудь выпить. Теперь она просит Бена побыть с ней, пока не вернется муж. Миссис Робинсон вручила юному гостю стакан с бурбоном, включила музыку и спросила, что он о ней думает. Знал ли он, например, что она алкоголичка? Бен вскочил на ноги. Музыка, алкоголь, разговоры о личном. Муж, который вернется не скоро. Миссис Робинсон, говорит он. Неужели вы пытаетесь меня соблазнить? Но тут же извинился. Вероятно, он ошибся. Женщина пригласила Бена в спальню показать портрет своей дочери и сразу же начала снимать украшения, а после просит помочь ей расстегнуть платье. Вспотевший Бен в сомнениях, женщина раздевается на его глазах и все еще убеждает, что ни в коем случае его не соблазняет. Хотя, может, ему бы этого хотелось? Бен не выдержал и просто сбежал. Но напоследок, миссис Робинсон просит его принести ее сумочку в ванную. Мне надоели твои глупые подозрения. Неужели ты не можешь оказать мне эту ничтожную услугу? Бен хотел быстренько оставить сумочку в комнате и, наконец, сбежать. Но уже совершенно голая миссис Робинсон заперла его в спальне. «Ты можешь обладать мной в любое время», — говорит она выпускнику. «Просто позвони мне, и мы встретимся. Ты мне очень нравишься». В этот момент к дому подъехал мистер Робинсон, и Бен успел спуститься вниз в последний момент. «Что случилось? Ты какой-то взвинченный». Мужчина его также сразу не отпустил и налил еще выпить. Мистер Робинсон — партнер его отца. Он видел, как парень рос, и теперь пытается его наставлять. Мол, расслабляйся, веселись, развлекайся с девушками. Миссис Робинсон спустилась вниз и проводила замученного гостя вместе со своим мужем. Бенджамину исполняется 21 год. Отец сообщает гостям, что он продолжит обучение в аспирантуре. Мистер Бредок уболтал его показать представление в водолазном костюме. Безрадостный парень вышел на улицу шлепая ластами и погрузился в воду на два метра. Теперь он лежит на дне бассейна. Очень веселым получился день рождения. Через пару дней Бен позвонил миссис Робинсон и пригласил ее выпить. Дама говорит, чтобы он снял номер в отеле Тафт. Она приедет через час. Что ж, теперь нужно снять номер. Бен взволнован. Администратор догадался, что он здесь, чтобы развлечься. То есть пришел на праздник семейства синглменов и показал, где тот сейчас проходит. Смущенный Бен согласился с этим и побрел в сторону банкета. Познакомился с синглменами. И те его чуть не усадили за столик. Но Бен все же собрался и сбежал. Миссис Робинсон нашла его в ресторане и просит так сильно не нервничать. Он, кстати, так и не снял номер. Сними прямо сейчас. Сейчас? Да. Так ты не хочешь его снять? Сейчас сниму. Извините. Бен снова подошел к стойке администратора. Его трясет. Он подписался как мистер Глэдстоун и снял одноместный номер. Бен ведет себя очень странно и подозрительно. Миссис Робинсон принесли телефон. Это ей звонит Бен, который стоит в телефонной будке в 20 метрах от нее. Параноик решил, что администратор что-то заподозрил. Поэтому им нужно идти в номер по отдельности. Ты ничего не хочешь мне сказать? Я хочу сказать, что я вам очень благодарен. Очень. Номер комнаты. Ты должен назвать мне номер. Бен вошел в номер, включил свет только в ванной и закрыл жалюзи. А после быстренько почистил зубы. Миссис Робинсон вальяжно вошла в номер. Бен принялся ее целовать, когда она хорошенько затянулась сигаретой. Я сейчас буду раздеваться, предупреждает его дама. Бен начал биться головой о стену. Он не может лечь в постель с женой партнера отца. Что бы на это сказали его родители? Хотя, безусловно, миссис Робинсон самая привлекательная знакомая его родителей. Все понятно, говорит женщина. У тебя это в первый раз. Если тебе неудобно, я могу уйти. Не смейте, кричит Бен. И они переспали. Их встречи стали регулярными. Но сложно сказать, что они приносили Бену много радости. Ему стало еще сложнее решать, что делать со своей жизнью. Отцу не нравится, что Бен целыми днями плавает в бассейне. И интересуется, когда он начнет хоть что-то делать. Например, готовится к аспирантуре. Тут к ним пришли Робинсоны. Мистер Робинсон говорит, что скоро приедет его дочь Лейн. Вероятно, им будет интересно пообщаться. Матери же интересно, где это ее сын пропадает по ночам. Может, с кем-то встречается? После очередной горячей ночи Бен предлагает любовнице поболтать. А то они всегда сразу прыгают в постель. И так уже несколько месяцев. В итоге, они начали говорить о ее муже. Выяснилось, что они уже давно спят в разных комнатах и не любят друг друга. Она вышла за него только потому, что забеременела дочерью Лейн. Бен продолжает засыпать миссис Робинсон вопросами. А ей больно вспоминать о своей молодости и бесцельно прожитых годах. Еще меньше она хочет говорить об Лейн. Вдруг она рассердилась и запретила Бену приглашать ее дочь на свидание. Дальнейший разговор привел к ссоре. Бен подумал, что любовница считает его хуже дочери. И наговорил гадостей, что он совсем не рад, что встречается с несчастной алкоголичкой. Это самое нелепое, что случалось в его жизни. Но когда остыл, сказал, что ему нравятся их встречи. И ему хотелось бы, чтобы миссис Робинсон осталась. Она же опять требует от Бена, чтобы он дал обещание никогда не приглашать Лейна на свидание. Парень понял, что им действительно не стоило разговаривать. Мистер Брэддок настаивает, чтобы сын пригласил Лейна на свидание. Того же хочет и ее отец. Миссис Брэддок пытается подтолкнуть Бена к действиям. Она пригласит Робинсонов на ужин. В конце концов, Бен сам пришел к друзьям семьи, чтобы сводить девушку на свидание. Любовница встретила его с совершенно кислой миной. Она рассержена и не скрывает этого. Бен оправдывается. Они просто поужинают и дальше ничего не будет. Он это делает, чтобы избежать совместного ужина. А вот Элейн с удовольствием поболтала бы о том о сём. Но Бен отвечает ей неохотно и односложно. Он холоден со своей спутницей и не уделяет ей внимания. Элейн была крайне удивлена, что парень привел ее посмотреть эротическое шоу. Она уверена, что друг ее почему-то недолюбливает. И расплакалась, когда танцовщица начала трусить грудью над ее головой. Девушка выбежала и требует отвезти ее домой. На улице Бен пытается оправдаться тем, что это родители уговорили его устроить свидание. Элейн эта новость, понятное дело, не успокоила. И Бен ее просто поцеловал в губы. Теперь они с удовольствием общаются в машине, поедая бургеры с картошкой фри. В конце свидания Элейн предложила спутнику зайти к ней в дом выпить кофе. Но Бен по понятным причинам отказывается. Однако ему хочется провести со сверстницей еще немного времени. И Элейн предлагает посидеть в баре отеля Тафт, который нашему герою хорошо знаком. Бен делает вид, что никогда здесь не был. Однако каждый работник отеля с ним здоровается, называя его мистером Глэдстоуном. Парень понял, что нужно валить. Отъехав немного, он признается Элейн, что она ему очень понравилась. Но он ее сейчас просто отвезет домой. Девушка сообразила, что у Бена роман. И судя по всему, его любовница еще и замужем. У тебя с ней все кончено? Да. Я рада. Бен отвез девушку домой и предложил встретиться уже завтра. На следующий день мокрая миссис Робинсон залезла к нему в машину. И приказывает Бену никогда больше не встречаться с Элейн. Иначе она расскажет дочери об их связи. Подъехав к дому, Бен влетел в комнату Элейн, чтобы опередить ее мать. И первым признаться, что его любовницей была миссис Робинсон. Убирайся вон, кричит Элейн и выгоняет его из комнаты. До свидания, Бенджамин, говорит ему несчастная женщина. Бен продолжил бессмысленно проживать дни, а заодно следить за Элейн. Когда Элейн уехала обратно в свой университет, Бен сообщил родителям, что собирается жениться на ней. Правда, сама девушка об этом еще не знает. Поэтому Бен отправляется за ней в Беркли. Прождав какое-то время у университета, он увидел свою зазнобу. Чтобы быть рядом с ней, он снимает квартиру и продолжает следить за студенткой. Однажды, прилично побегав за автобусом, он решил все-таки поговорить с Элейн. Надо же, какое совпадение. Интересно, куда ты едешь? Бенджамин преследует девушку, которая доехала до зоопарка и собирается там с кем-то встретиться. Высокий блондин с трубкой по имени Карл перехватил Элейн и оставил приезжего стоять одного у обезьянника. Даже у шимбанзе есть пара. Элейн ворвалась в квартиру Бена и требует, чтобы он убирался отсюда. Как ему в голову пришло изнасиловать ее мать. По словам миссис Робинсон, молодой человек воспользовался тем, что она была пьяна, снял ей номер в отеле, а потом пришел туда и изнасиловал ее. Его же версия вызвала у девушки истерику. Домовладелец и еще несколько мужчин сбежались на женский крик и собираются вызвать полицию. Постойте. Смотрите. Вот она, она пьет воду. Но домовладелец все же приказал ему убираться из квартиры. Бен начал собирать вещи. Он не знает, что ему теперь делать. Элейн говорит, что не хочет, чтобы он уезжал. И уходит. Но вернулась той же ночью и попросила ее поцеловать. Бен предлагает выйти за него замуж. Девушка растеряна и не знает, что ей ответить. Она подумает над предложением. Бен теперь повсюду преследует студентку и настаивает, чтобы они пошли и расписались прямо сейчас. Она не против, но для начала нужно встретиться с Карлом из зоопарка. Ему она также говорила, что не против выйти за него замуж. Прилипала, не отстает от Элейни на минуту и постоянно твердит о женитьбе. Довольный Бен купил кольцо. Он громко заорал от испуга, когда вернулся домой. Там его ждал мистер Робинсон. Ему интересно узнать, почему парень так с ним поступил. Он его не уважает, недолюбливает. Мужчина сообщает, что разводится с женой. А еще Бен больше не увидится с его дочерью. Он сделает все возможное, чтобы они не были вместе. Бен должен забыть об Элейн. Мистер Робинсон накричал на Бена на глазах у дома владельца. И тот снова требует, чтобы проблемный арендатор убирался. Или он вызовет полицию. Элейн бросила учебу. В записке она сообщила Бену, что любит его. Но у них все равно ничего не получилось бы. Бен примчался обратно в Лос-Анджелес и проник в дом Робинсонов. Но столкнулся не с Элейн, а с ее матерью. Которая тут же вызвала полицию и сообщила, что к ней ворвался грабитель. Бен требует рассказать ему, где Элейн. А миссис Робинсон извиняется, что его не пригласили на свадьбу. Приехала полиция и Бен сбежал. Он намерен найти свою возлюбленную. Поэтому примчался обратно в Беркли. У друзей Карла ему удалось выяснить, что свадьба пройдет где-то в Санта-Барбаре. Бен снова в дороге и гонит на всех парах. В телефонной книге он нашел номер отца Карла. Трубку взяла его секретарь, так как сам он уже на свадьбе. Обманом Бен выяснил, в какой церкви проходит эта самая свадьба. Увы, доехать до нее он не смог. Закончился бензин. Грязный и потный он теперь несется со всех ног. Центральный вход закрыт. Со второго этажа он наблюдает, как молодожены поцеловались. Но он не сдается и орет во весь голос. Я его успокою. Он опоздал. Элейн! Но так не думает сама Элейн и зовет Бена. Парень навалял мистеру Робинсону и жениху. Миссис Робинсон надавала по лицу дочери. Бен схватил здоровенный крест и отгоняет от себя гостей. Заблокировав дверь, они убежали и сели в проезжавший автобус. Элейн и Бен смеются и смотрят друг на друга. Но проходит немного времени, эйфория выветривается и улыбки сходят с лица. Ведь они не знают, что их ждет дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова